Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами обсуждаем Т-21. Заценим его технические характеристики кратенько и ринемся в бой для того, чтобы посмотреть, что эта коллекционная ЛТ-шка 6 уровня может по факту. Я бы начал с брони, ребят, но начинать не с чего. Для того, чтобы вы понимали, насколько не с чего здесь начинать и что обсуждать здесь абсолютно нечего, я скажу следующая маска орудия, которая, как правило, у всех танков крепкая часть на весь танк в любом случае, насколько картонными бы вы ни были. Здесь тоже является картонной, просто толщина картона увеличена приблизительно на 2 сантиметра, но они вздрызнуты водой, а значит, как бы по борту. Брони здесь нет прям совсем-совсем. Но чем мне понравилась данная машинка? Те, кто знают меня давно, знают, что я в основном люблю катать тяжелые танки и это связано с тем, что я люблю живучие машины. Мне нравится приезжать куда-нибудь, упираться в соперников и с ними долбить друг друга уроном, но на данной машинке отыгрывать мне сложно, ровно как и на других ЛТ-шках по одной простой причине, потому что моя гонорливая натура, она постоянно тянет меня на приключения, ну а получаю я, как правило, в ответ выстрелы, а выстрелы в эту машину входят, ну прям, очень-очень легко. Но в то же время, на удивление, данная ЛТ-шка мне понравилась. Я не знаю чем, но мне нравится выкатывать ее из ангара. Я реально получаю удовольствие от игры, даже если проигрываю. Даже если меня выносят в начале боя, я все равно умудряюсь получить удовольствие от тех минут, которые в бою провожу. И это удовольствие мне предоставляет орудие, которое мне в этой машине действительно нравится. Время сведения и разброс на 100 метров мы будем с вами заценивать непосредственно в бою, потому что на цифры смотреть, это ни о чем не говорить. Надо смотреть, насколько это играбельно или неиграбельно. ДПМ у машины в целом, ребят, я бы сказал, что нормальный. Для ЛТ-шки 1815, с учетом того, что сама прочность машины составляет 900, говорит о том, что вы, в принципе, абсолютно без печали. За минуту боя можете вынести двух таких товарищей. Была бы лишь возможность отстреливать в них снаряды, как только вы заканчиваете свою перезарядку, которая составляет всего 5,3. И, в принципе, ваша альфа в 160 единиц, которую на сегодняшний день в коллекционных машинках, которые можно выиграть, допустим, в ежемесячных ивентах, такая альфа вешается разработчиками на средние танки, для ЛТ-шки 6 уровня очень, очень приятная. Особенно, если вы столкнетесь с соперниками левелами ниже, то есть с пятерками. Поэтому, ребят, в целом, если вы не находитесь в прицеле КВ-2, у вас есть все шансы довольно некисло откидывать урон по 160. Разработчики наделили довольно неплохим углом сведения вниз и вверх, углами наводки, простите, 25 вверх и вниз минус 10. Да, безусловно, отыгрывать от башни с учетом отсутствия какой-либо брони вы не сможете. Но вы сможете довольно уверенно себя чувствовать на неровных картах, когда будете перемещаться и в процессе перемещения по холмам будете стрелять в соперника, которого, допустим, захватили в прицел, а не пытаться прицелиться самостоятельно. И вот эти вот углы наводки вниз и вверх, они реально позволяют довольно комфортно себя в таком процессе чувствовать. Я имею в виду в процессе стрельбы во время движения, не останавливаясь, юля, и пытаясь каким-то образом уйти из прицелов ваших соперников. Что касается бронепробития, 128 единиц бронепробития сложно оценить, вот так вот просто глядя на цифру, поэтому предлагаю просто переместиться в бой, посмотреть на соперников в прицеле. От себя же отмечу, что в целом, безусловно, есть танчики, которые сложно пробить, но всегда на этой машинке, благодаря точности ее орудия, можно выцелить серые места практически на любой технике. И именно этим мне Т-21 и нравится. Он не настолько подвижный, как могло бы быть или как хотелось бы для ЛТшки. Все-таки подвижность у него приближенная к СТ, просто улучшенная СТ, я бы так ее назвал. Вообще, в целом, передвигается он довольно-таки бодренько. Заметьте, скорость, максималку свою он набирает очень классно. Я катаюсь на нем со скоростью 62-64 км в час и даже не обращаю внимания на то, когда я эту скорость успеваю в боях набрать. Теперь, что касается углов склонения орудия и точности. Точность просто бомбическая, время перезарядки крайне приятное. Вот сейчас меня начинают выцеливать, поэтому приходится немножко отойти, вернуться назад и дальше вполне спокойно отбрасывать. Сейчас покажу по точности на средних расстояниях. Смотрите, ровно куда я целюсь, именно туда снаряды и прилетают. И мне безумно этим нравится Т-21. Мне не составляет сложности стрелять ни в движущиеся мишени какие-то, ни в товарищей, которых необходимо выцеливать в какие-то мягкие места. Короче говоря, машина своим орудием она просто пленяет. И это несомненный плюс данного аппарата. Минусом, как я уже говорил, является однозначно ее крайне, крайне посредственная бронированность. Я бы сказал, что брони у машины нет совсем, поэтому рассчитывать на то, что машинка будет классно там где-то что-то рикошетить или помогать вам выживать. Нет, абсолютно помогать выживать она вам не будет. Вот сейчас в меня просто-таки без печали залетело. Я уже катаюсь без одной трети своего ХП. В то же время подвижности хватает на то, чтобы перемещаться по карте, но и соответственно отбрасывать. Теперь я занимаюсь тем, чем занимались соперники, а именно стою в такой не очень приятной для себя позиции. Буду ожидать момента, когда можно высунуться и отбросить. Другого мне ничего не остается, поскольку как только я сейчас высунусь, как бы я не ромбовал, как бы я не танковал, меня однозначно сейчас пробьют. Есть самуэртэв, но где-то здесь рядом есть еще одна ПТшка, которая меня целит. Вот сейчас прям вообще диво дивное, как в меня не зашло с уроном, почему получился рикошет, а не пробитие. Но это то, что я вам говорил, рандомно может быть что-то от вас и отрикошетит. Но, ребят, рассчитывать на то, что это будет на постоянку, я бы не рекомендовал. Так, ну что, я думаю, что здесь в любом случае будет победа. Меня здесь довольно не кисло зажали. К сожалению, вот как-то часть боя я провел в такой не очень приятной для себя позиции, стоя здесь за стеной. Я понимаю, что, возможно, бой не настолько интересен, не настолько показывает возможности данной машины, но я из своих видео никогда ничего не вырезаю. По той причине, что пытаюсь показать вам машины такими, какие они есть на самом деле. И Т-21 именно такой. Именно такой неживучий, именно такой мягкий. И именно такой абсолютно предсказуемый в отношении того, насколько быстро вас будут разбирать. То есть, как только вы появляетесь в прицелах ваших соперников, поверьте, абсолютно без печали, все будут вам накидывать все, что только смогут. 1060 единиц нанесенного урона, это с учетом того, что часть боя мне пришлось хорониться за стеной, для того, чтобы меня просто не вынесли. И пытаться дожидаться момента, когда кого-нибудь выцелить. При этом я все равно смог сделать третье место в команде по урону. Я не могу сказать, что не сильно от меня вырвались, допустим, тот же самый Игорек или Арл-44. Но давайте будем говорить откровенно. Вы посмотрите на Альфу Игорька, и вы поймете, что, в принципе, Игорек сделал 4 шота за бой. Да? Ну, результативных. Арл, конечно, нашотил немножко побольше. И здесь, как бы, ну, я не говорю о том, что ребята как-то отыграли типа не так. Нет, они классно отыграли, и спасибо им большое, это была победа. Я просто говорю о том, что за вот такой вот пустяковый бой, в котором мне пришлось долгое время хорониться, я все равно смог занять третье место в команде по урону. Что касается фарма серебра. Машинка однозначно не для фарма. За вот эту победу с третьим местом по урону в команде, 11 тысяч серебра, и это с учетом према, я бы сказал, что это ни о чем. Но удовольствие от боя я на удивление получил. Я не знаю, чем мне нравится эта машина, но она как-то вот берет, знаете, не то чтобы за сердце, но за душу берет точно. И я бы сказал, что берет не шершавыми руками, а какими-нибудь такими, знаете, ласковыми, абсолютно тепленькими, поглаживающими движениями. Прижимает к себе, и ты получаешь массу удовольствия, играя на данной машине. На вот этой карте, которая сейчас будет, на балтийском щите, на данной машине не очень удобно отыгрывать. Потому что, как правило, здесь все предсказуемо. Ехать посредине, подставляться под расстрел у ПТшек, и это не очень весело. Ехать вот туда, к СТшкам, тоже как бы не вариант. А к ТТ, так и тем более, дорога заказана. Поэтому я сейчас, не скромничая, признаю факт того, что я сейчас немножко ссыканул и постою немножечко вдалеке. Дождусь, пока большинство противников отсветятся, а вот после этого уже поеду куда-то что-то делать. Я бы мог поехать вперед и засветить, но это максимум того, что я смогу сделать за этот бой. Не факт, что, в принципе, я и так смогу много совершить, но в любом случае это хоть какой-то шанс. Сейчас противники сосредоточены на тех товарищах, которые уже появились в засвете, они там уже бодаются. И поскольку они отвлечены, это мой шанс попытаться проскочить к ним в корму. И благодаря своему довольно неплохому времени перезарядки попытаться поотбрасывать в товарищей с кормы. Слава богу, крушитель ничего не смог мне сделать, это уже крайне приятно. Игорек потихоньку начинает меня преследовать, это не очень меня радует, но подвижность меня радует на данной машинке всегда. И сейчас именно благодаря своей подвижности я ушел от Игорька. Я как колобок, который и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и от вот этих вот товарищей тоже попытаюсь поуходить. Ненадолго меня хватило, это то, что я говорил, что машинка принимает в себя прям очень-очень-очень. Что я смог за этот бой? Я смог вполне спокойно перекинуться на другой край карты, заехать с тыла. Да, пускай мне не сильно повезло, меня практически сразу вынесли, но я смог сделать один фраг, а значит уже хотя бы честно разменялся, минуснул один ствол. Я отвлек Игорька от наших товарищей, по которым он собирался стрелять, и помог Игорька вынести, потому что Игорек на меня был отвлечен, крутился, пытался меня выцелить, а в это время его разбирали. Короче говоря, какую-то свою, ну пускай не сильно большую, но все-таки лепту в победу, мне кажется, я внес. Безусловно, не все могу повесить на себя в виде медалей, но какую-нибудь маленькую-маленькую такую бижутерную брожечку за участие в данном бою повесить на шею все-таки можно. Я не буду дожидаться результатов боя, буду выпрыгивать из него в ангар, ну и, соответственно, будем заканчивать обсуждать данную машинку непосредственно в ангаре и надеяться на то, что наши союзники в результате все-таки победят. Что могу сказать лично от себя, и, наверное, ребят, мне придется повториться. Я переключусь сейчас на Титана МК для того, чтобы просто не был пустой ангар в момент того, что я буду говорить, и скажу следующее, Т-21, не знаю по какой причине, но занял достойное место в списке любимых мною машин. Нет, не машин, которые я беру ради того, чтобы пофармить, и ради того, чтобы набить средний урон, я не знаю, там, или количество побед каких-то сделать, или получить какие-то знаки классности. Нет, ребят, Т-21 занял в моем ангаре, ну и я бы сказал в списке моих предпочтений, одно из первых мест именно благодаря тому, что на данной машине, даже когда я проигрываю, я умудряюсь получить массу удовольствия. И даже вот в этом последнем бою, который я отыграл буквально в течение минуты или полторы, сколько там бой длился, конкретно вот эта машинка даже за эти полторы минуты, она доставила мне удовольствие. Мне кайфанулось от того, насколько я смог крутиться вокруг тех товарищей, немножечко внести суету в ряды противника, и, возможно, этим даже помог чем-то, да, сделал свою лепту, внес в победу. К сожалению, нет, не победа, а проигрыш. Ну, значит, так сложился бой, но я сделал то, что смог. И, честно говоря, на большее данная машинка способна крайне редко, но даже в таких боях получаемое удовольствие гораздо дороже, чем средний урон, знаки классности и что-либо другое. Мне он очень сильно нравится. Если вы за честные обзоры машин такими, какие они есть в руках среднего танкиста, подписывайтесь на мой канал по желтому шильдику, приходите на новые видео, я вам буду рад и безумно благодарен. Также я предлагаю и приглашаю всех участвовать в розыгрыше призов. Ссылочка будет вот здесь вот, в конце видео, каким образом в них можно участвовать. Всех благ, всего хорошего вам мира и спокойствия.